Издревле в Дагестане говорят, куда не приходит гость, туда не приходит благодать. О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе Аймиссия Мировой про комфортно. И в канун дарения праздничных подарков, а также покупки для себя любимых предметов, без которых не обходится ни один дом, говорим о кухонной посуде. Гости программы про комфортно, официальный представитель Кукмарского завода металлопосуды Джамал Чарандаев и эксклюзивный торговый представитель от завода металлопосуды Кукмара в Дагестане Багаудин Магомедов. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, Джамал Багаудин, о том, как мы на Кавказе любим ходить в гости, встречать гостей, вкусно готовить и, конечно, готовить в посуде от Кукмара. У вас цифры, у нас эмоции. Так, ну... То есть, сколько лет вы занимаетесь посудой? Лично я, ну, уже представитель Кукмарского завода металлопосуды. Чтобы не ошибиться, больше 20 лет уже работаю с ними. Первый раз на заводе я был в возрасте, возрастом не назову, но схожу, в каком классе учился. Это я был в девятом классе, когда я первый раз там побывал. Так что я могу сказать, что больше у меня на Кукмарском заводе работает, ну, может быть, 3 или 4 человека. И больше, наверное, чем вы, никто нам не расскажет о качестве этой посуды. Знаете, я, как бы, считаю, что о качестве посуды рассказывать – это неправильно. О качестве любой вещи рассказывать – это неправильно. Она познается именно в сравнении. Вы, когда начинаете сравнивать, тогда вы понимаете, качественная эта вещь или некачественная эта вещь. Раз уж я работаю 20 лет и есть магазин, ну, хоть один магазин посуды без наших сковородок, но я сильно удивлюсь. Это и говорит о качестве Кукмары. А что вообще характерно для этой посуды? Характерно. Ну, в принципе, что качество – самое главное, их отличительная черта. Форма, дизайн. Ну, в принципе, эта сковородка там все упирается во то, сколько она прослужит человеку. Все упирается в это. А сегодня Кукмарский завод металлопосуды как представлен, какими линейками, что есть в ассортименте? Ассортимент, на самом деле, очень большой. Начиная от самых простых, без антиперегарного покрытия, без покраса, заканчивая премиальным сегментом, такими как Титаниум Про. Это уже считается профессиональной посудой. Элитстоун. Ну, Элитстоун у нас не очень хорошо пошло. А вообще, вот это интересная тема. Вот вы, когда расскажете полностью о линейке, представленной заводом металлопосуды Кукмара в Дагестане, я задам свой вопрос. Пожалуйста. Вы все рассказали, да? Нет, линейки разные, линейки разные. Просто я же говорю, начиная от самого простого, заканчивая самым премиальным. То там есть, конечно же, традиционное антиперегарное покрытие без всяких добавок. Есть усиление гранитными гранулами, есть мраморным усилением Титаниум Про. Это все зависит от усиления той же самой антиперегарки. Антиперегарка, как бы все знают, это одна, она лишь усиливается этими частицами разными. А причины, почему, Джамал, какая-то линейка заходит у нас в Дагестане, а какая-то нет? Все очень просто. Цветовая гамма и цена. То есть, если она дорогая, она должна быть и красивая. Просто качество дорогое сразу не берет. Она должна быть красивая, сначала бросилась в глаза, если это цена, а потом уже качественная. Человек сперва встречает по одежке, вот и встречает ее по одежке, а потом уже смотрит на ее качество. Есть что добавить, Багаудин? Добавить, в принципе, и так нечего. А вообще, как я понимаю, вы давно на рынке посуды в Дагестане. Что характерно нашему рынку посуды, чем он отличается? Так, смотрите, например, Кукморский завод металлопосуды, он очень старый, там, 52-го года, по-моему, его начало берет. Они вообще делали изначально, если не ошибаюсь, медные самовары, вот эти вещи делали. Вот, и они акцентировали свою продукцию всю на центральную Россию. Это сковородки 2 литра, ой, кастрюли 2 литра, сковородки размером 24 сантиметра, что у нас не пользуются большим спросом. Кавказская еда – это другая еда. Это сотейники по 32 сантиметра, широкие, глубокие, большие. И вот в этом направлении как раз-таки мы и работали. Вот, такая вот позиция, как чудушница, которую вот вы видели, это все наше желание. Этого не было на заводе, как бы протолкнули эти все позиции на рынок мы. Вот, 32-й сотейник, широкие сотейники с нашей подачи. Потому что, ну, как бы люди удивлялись, зачем вам нужна ровная сковородка, причем такого диаметра. Потом мы им объяснили, что это не ровная сковородка, а это чудушница. И она займет большой, как бы, рынок, большой объем рынка займет. И так и вышло. Основные продажи Кукмары сегодня на Северном Кавказе, вот Дагестане именно, Дагестан, Чня – это чудушница. Лидер продаж от завода металлопосуды Кукмара сегодня чудушница. И готовим мы в ней именно наши любимые чудо, ботишал, все то, что на открытом огне. Да. А что еще, что рядом, что, в принципе, так же популярно? Так же популярно, ну, будут популярны сотейники, диаметром 32 см. То есть, ну, не обязательно 32, можно и 34, просто у Кукмары на сегодняшний день максимально 32. Она тоже очень популярна. Почему? Потому что, ну, опять-таки, голубцы делают что-то, делают все удобно внутри складывать. У нас жарят еду. Опять-таки, широкое дно – это удобно. Конусообразная, например, 4 литра кастрюля, она уже снизу, именно полезная площадь, внизу дно, она уже заужена. И там, ну, не такой большой спрос, как именно на широкие позиции. Джамал, вообще, насколько вас слышали, насколько долго вам пришлось проталкивать наши традиционные блюда на заводе Кукмара, рассказывать о том, что у нас предпочитают готовить и какая именно посуда для этого нужна? Если я сейчас буду говорить, на заводе на меня могут обидеться. Но там много просто, понимаете, завод очень большой. Когда организация очень большая, естественно, один человек принимать решение не может. Ну, это и правильно, да, конечно. Да, и вот, ну, естественно, я прохожу, говорю одному человеку, нужно вот это, вот это, вот это сделать. Он доносит это до следующего. Тот уже, когда не с первых уст начинает, как бы усомнился, а надо ли. И пока вы не попробуете, вы не поймете. Ну, главное, что сделали. Сегодня уже это работает намного быстрее, потому что завод развивается. Ну, появились креативные люди. Немножко другого, как бы, мировоззрения, понимания, что мы не одни на земле. Да, оказывается, не всем нужны только двухлитровые кастрюли, а оказывается, нужны и десяти. Вот, поэтому сейчас все проще. Ну, вообще, с такой частотой, как у нас в Дагестане, посуду меняют где-то еще? Мы-то любим обновляться. Так, с такой частотой нет. У нас как? У Розабайра, да, должна быть новая посуда. Там даже если она целая, ее надо поменять. Вот, и все, это основные львиные доли продаж в любом посудном магазине. Это праздник Розабайра. Самое главное. И такие подарочки идут на 8 марта, Новый год. И вот, готовясь к праздникам, что на очереди, что вы уже предлагаете на заводе Кукмара изменить в лучшую сторону? Какую новую модель обсуждаете? Так, ну, опять-таки, то, что свойственно нашему рынку. То есть, это широкие и глубокие позиции. Это сковородка. Например, та же сковородка, допустим, 24 диаметра. В оригинале, да, вот то, что изначально идет с завода, они идут чуть-чуть дно заужены, а бока уже идут выше. Джамал, а вот наши приоритеты? Дорого-богато, чтобы с какими-то вкраплениями золотыми, серебряными. Такое дело тоже у нас есть. Как раз под это мы и попросили нам выпустить для нас, для Северного Кавказа, серию Грация с золотой паутиной сбоку. Золотая паутина сбоку и внутри крапления тоже золотого цвета, черный-золотый. Очень красивая и качественная посуда. И очень наша такая, кавказская, да? Да, 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 особенно вот даже больше, чем в Дагестане, ее больше даже, наверное, любят в Чечне, потому что вот там вот почему-то еще больше ее скупают. Еще больше, чем мы любят золото. Да, да, я вот прям удивился, что есть, оказывающие, кто больше нас любит. А вообще, как отличить настоящий бренд от подделки? Ну, мы просто-напросто не сталкивались с тем, чтобы кукмару кто-то подделывал, да. Ну, если вам сделают один в один, и вы как бы на таможне их не остановят, в России этого никто не сделает, потому что это за регистрированный товарный знак. Вы это поймете, просто использовав эту сковородку в течение месяца, она сразу о себе даст знать. Потому что с виду, когда вы приходите на прилавок, они все очень красивые и очень хорошо смотрятся. Но как только вы попользуете ей примерно месяц, вы начинаете понимать, что из этого сковорода, а что из этого подобия. Ну, на самом деле, вокруг успешной компании бывают разного толка легенды. И, наверное, что-то похуже есть вокруг кукмары. Например, я слышала версию, что часть технологов кукмарского завода ушли в другую компанию, организовали ее, и там производят посуду не хуже, но гораздо дешевле. Насколько это правда, истина? Так, вопрос. Если это просто легенда, давайте развеем ее. Нет, как? Такой завод есть. Но, чтобы сказать, принципиальное отличие и намного лучше, я бы так не сказал. Почему? Потому что все познается, опять-таки, в сравнении. Я не хочу сейчас кого-то принижать чьи-то достоинства, а кого-то возвышать. Это неправильно. Есть же этот бренд, правильно? Все как бы его знают. Возьмите этот бренд и возьмите, например, вы хотите взять две сковородки. Ну, возьмите и сравните их. Возьмите и сравните. Да, и вот тогда будет ясно, чего стоит. А еще такая версия была, что кукмара – это турецкое производство. А, это, ну, это понятно, почему так. Потому что кукмара – это татарское название. Татары у нас тюрки. Очень схожи с Турцией. А так, турецкого там вообще ничего нет. Российское. Да, все российское. Единственное, был один момент, когда по заказу, чтобы посмотреть, как проходит нержавеющая сталь, именно селью «Идеал» делали в Турции. Но сегодня этого нет. У них уже свой завод по нержавеющей стали тоже, по посуде из нержавеющей стали. И, кстати, очень качественная, очень хорошая. Вот ее я тоже посоветовал бы, София Сири. А давайте вот на самом деле как-то постараемся по-быстрому рассказать. Вы говорите нержавеющая сталь. Вы говорите еще какие направления. Так, смотрите. Вообще есть нержавеющая сталь, есть штампованный алюминий и есть литвый алюминий. Разница. Вы, естественно, ну, само название говорит о себе. Штампованный алюминий. Вот есть, например, сейчас турецкие производители таких изогнутых, красивые формы придают. Алюминию, литому вы эти формы не придадите. Потому что вы заливаете его в кокель, этот кокель вы потом оттуда не вытащите. Нереально. Да, это пресс. То есть берется лист, примерно там 4 мм. Ради красоты. Да, дается пресс, изгибается красивая форма, а потом покрывается. И теряется качество. Да, по качеству она все равно будет не такая, как литой алюминий. Литой алюминий, он прослужит намного дольше. Вот. А литой алюминий, он, вот этот, у Кукмары, он покрывается уже точно. Ну, технология покрытия, что прессованного, штампованного алюминия, что литого алюминия, примерно одна и та же. О том, как качественная кухонная посуда может влиять на наш позитив и праздничное настроение, сегодня обсуждаем с представителями Кукмарского завода металлопосуды Джамалом Чарандаевым и Багаудином Магомедовым. Издрюли в Дагестане говорят, куда не приходит гость, туда не приходит благодать. О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе Аймиссия Мировой «Прокомфортно». Спонсор проекта – компания Кукмара. Кукмара – посуда на все времена. Кукмара – посуда на все времена. И именно об этом говорим сегодня с Джамалом Чарандаевым, эксклюзивным представителем завода металлопосуды у нас в Дагестане, и Багаудином Магомедовым, его партнером. Чтобы не ошибиться, на будущее несколько таких отличий продукции. Может, есть какая-то печать на дне, где написано «Кукмара», которую очень сложно подделать? Есть такое? Такой печати на дне? Ну, есть логотип. Буква «К» бывала раньше. Сейчас такого прям нету, чтобы сказать, что прям такая отличительная печать, которую вы не подделаете. Сегодня умудряются денежные купюры подделывать. Кто-то эту печать не подделывает. Поэтому, опять-таки, ну, с таким не сталкиваемся, благо, не было еще такого. Не сталкиваемся. Да, это и в посуде, я думаю, очень сложно будет сделать. А вот, Джамал Багаудин, мы говорим о том, что хорошо эту посуду иметь дома, она такая комфортная, все вкусно в ней готовится. А насколько эта посуда подходит для подарка? Очень даже подходит. Почему? Потому что есть красивые упаковки подарочные с ручками. Вы можете просто взять ее, вместо даже без пакета отнести, подарить. Такие вот, например, хорошо упакованные, красивые упакованные для подарка. У нас серия есть «Титаниум Про» со своими же ручками, как сумочку взяли, подарили. Есть у нас очень много позиций, которые можно подарить красивых. Туристический трафик у нас растет. Все больше открывается общепита, кафе, рестораны, столовые. На массовом производстве как себя ведет кухонная посуда от кукмары? Очень хорошо ведет себя кухонная посуда от кукмары и на массовом производстве тоже. На массовое производство чаще всего берут посуду без антиперегарного покрытия. Такая посуда у кукмары тоже есть. Ну, про то, что она испортится, вот именно без антиперегарного покрытия, об этом вообще даже, я думаю, разговаривать смысла нет. Потому что, чтобы она испортилась, ее нужно взять и ударить несколько раз об землю. Я не знаю, тогда она может согнется, и то не сломается. Поэтому на массовом производстве очень хорошо себя показывает кукмара. И в плане туризма очень сильно расширилась линейка, начиная от мангалов, учагов, шампуров. Все у них есть, у нас есть. Да, и у нас будет скоро открытие нового туристического именно направления, магазин будет у нас. И там будет выставлена практически вся линейка туризма кукмара. Ну, поскольку спрос есть, должно быть предложение. Надеюсь, вы его сделаете достаточно емким, разнообразным, обогатите ассортимент. Но вы еще не знаете пока где, да? Нет, как не знаем. Как раз-таки рядом с нашим магазином мы взяли второй магазин. Посудный отдел переедет в новый магазин. А в старом магазине останется весь туристический отдел. Расскажите немного подробнее, где вы находитесь, как вас искать. Гамидово 27, дробь 3, город Махачкала. В Яндексе просто набивайте магазин кукмара и приедете прямо к нам. Но также эту посуду благодаря вам можно приобрести и в других торговых точках. Да, конечно. Мы практически весь город обеспечиваем. Все центральные магазины, основные магазины, трудоспособные магазины, как говорится, мы обеспечиваем посудой кукмара. Багаудин, а как давно вы пришли в мир посуды? Ну, в мир посуды я пришел, грубо говоря, где-то год, наверное, назад. Я работал также у Джамала на доставках. На тот момент, знаете, как мне было, я только возил посуду, сдавал ее, как положено, там, по накладной, и все. Я, как бы, не вникал в это дело там. И тут так получилось, что нужно было стать торговым представителем, и Джамал предложил мне эту должность. Я решил попробовать, ну, попробовал, как бы, и я думаю, вроде бы, как нормально, пока идет все. Получается, вы именно тот человек, который получает обратную связь от покупателей, от оптовых покупателей, по поводу качества посуды, что говорят? По кукмаре хорошие отзывы, кстати, да, очень хорошие отзывы. Ну, и есть некоторые предложения по поводу той же самой глубины, там, всяких сковородок, кастрюль, там, чтобы было побольше по... Размеры. Размеры только, да. Дагестанские размеры. Кавказ всегда волнует размер. Все. А есть больше? Этот вопрос звучит всегда. Выход 15-литровый сделаете, придут и скажут, а есть больше? И не обязательно, чтобы это был какой-то общепит. Это может быть отдельно взятая семья, которая вот именно в большой емкости готовит пищу. Да, это вот как раз сталкивается, и причем часто. И вы этим, наверное, удивляете, завод металлопоскопа. Да, да, когда мы им говорим, я вот последний раз, например, сказал, один из моих, как бы, капризов, можно так сказать. Я сказал, нужна 12-литровая кастрюля, покрытая антипригарным покрытием. Они говорят, 12-литровая кастрюля, что вы будете делать? Покрыта антипригарным покрытием. То есть, без антипригарной она есть. То есть, это логично, вы на улице там пошли в поход, и там вас много, и вы готовите. Но антипригарка, это как бы уже в доме же. Ты ее в поход не возьмешь, ну, будешь там портить, получается, это все в таких условиях. Это, получается, домашнее, это, получается, для семьи. И тут 12-литров, и они не могут понять, как 12-литров. Ну, вот так, 12-литров. А как вы объясняете, почему? Большие семьи. Семьи большие, и блюда специфические у нас. И потом, впереди ифтары, люди собирают. Да, ну, это вообще отдельная история, да. На ифтары тут уже вообще, тут уже идут вход казаны, казаны там для плова, для этих вещей, и начинается это от 60-литров до 160-литров. Поэтому тут-то уже другой разговор совсем. Багаудин, а сколько надо делать выездов, чтобы это давало результат для работы? Ну, это, ну, надо неделю, рабочую неделю. Надо ездить по магазинам, предлагать, смотреть, делать сенсусы, проверять все, смотреть. Вот новинки какие-то выставлять. Многие у нас, как в магазинах, продают то, что идет. То есть, не пытаются там поставить какую-то новинку, там вдруг пойдет. И приходится там каким-то там бегать хитрость, чтобы выставить, там выложить какие-то новинки, какие-то интересные моменты, там все вот эту вот выкладку делать. А вы обучались на торгового представителя у Джамала или где-то еще? Да, 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 у Джамала. То есть, это ваш боец обученный? Ну, почему так? Объясню. Да, на заводе могут обучить. Обучить по-своему. То есть, как они видят рынок именно там в России, в центральной России. Но тут-то рынок другой. И тут свой подход, своя специфика. Поэтому, да, тут как бы основы все узнал на заводе, но корректировки уже внес немножко. Адаптацию под местный рынок делали сами. Какую кухонную посуду желают приобрести покупатели? Как уметь отличить оригинал от подделки? И о многом другом не менее интересном. Гости программы «Про комфортно» – официальный представитель Кукмарского завода металлопосуды Джамал Чарандаев. И эксклюзивный торговый представитель компании Кукмара в Дагестане Багаудин Магомедов. Из Древле в Дагестане говорят, куда не приходит гость, туда не приходит благодать. О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе «Аймиссия Мировой. Про комфортно». Спонсор проекта – компания Кукмара. Кукмара. Посуда на все времена. О чем нужно думать, выбирая посуду, на что обращать внимание, сегодня нам рассказывают представители Кукмарского завода металлопосуды Джамал Чарандаев и Багаудин Магомедов. По словам специалистов, нужно учитывать несколько базовых критериев при подборе кухонной посуды. Наши гости уже говорили об этом, но давайте сфокусируемся на нескольких важных моментах. На что нужно обращать внимание, выбирая посуду? На что? Смотря какая посуда. Если мы говорим об антипригарной нашей посуде, Кукмаре, ну, надо смотреть на качество его покрытия. Смотреть, откуда антипригарное покрытие. Вообще, по идее, поставщиков антипригарного покрытия не так уж и много. Это китайцы, это турки, это немцы. Россия. России именно антипригарного покрытия нет. Они его не производят. Поэтому все закупаются именно у этих трех поставщиков. Но я вам приведу пример, например, с маляром. Маляр тоже покупает краску, когда красит машину. Абсолютно, можно сказать, все маляры покупают, наверное, всю одинаковую краску. Но почему-то кто-то ее красит идеально так, что ты никогда этого не узнаешь, что ее покрасили. А кто-то красит так, как будто он ее валиком покрасил. Это все зависит от технологии и от рук рабочего. Вот именно эта технология на заводе Кукмарского металлопосуды поставлена очень хорошо. Стоит лаборатория, обязательно выбирается какая-то из сковородок, заносится в лабораторию, используется на стирание. Сыпется туда металл, стирает, сколько циклов стирания у этой сковородки, как быстро она испортится у покупателя. Алюминь, который приезжает, обязательно проходит лабораторию. Вреден ли он? Есть ли там примеси, которые нельзя допускать в алюминии? Мы же знаем, что в алюминии есть пищевой, а есть не пищевой, грубо говоря. Вот эти все критерии, вот это все и влияет на качество сковородок. Это все есть на Кукмарском заводе металлопосуды. Они проходят серьезную, как говорится, чистку, прежде чем выйти на рынок. А Джамал, часто ли вообще возвращают посуду? Или это вообще не история про брен Кукмара? Так, на моей памяти вернули, наверное, два или три раза. И всегда это был перегрев. Что значит перегрев? Вы оставили сковородку на газу и ушли. Естественно, она перегреется, и антипригарное покрытие вздуется. Почему? Потому что это краска. Она вздует любая. Я не знаю, что вы должны делать, чтобы она перегрелась. Конечно, надо вот реально оставить, забыть и уйти. А при других случаях она никаких капризов не будет вам показывать. И нельзя антипригарную посуду подвергать температурному шоку. То есть, вы приготовили, сразу под холодное засунули, или сразу взяли с холодильника и кинули на газ. Визуально будет все красиво, но начнет прилипать. Это свойство самого антипригарного покрытия. Какое бы вы ни взяли, вы возьмите за миллиард ее, я не знаю, если есть такая сковородка, она все равно начнет прилипать после этих процедур. Получается, что претензию надо предъявлять не к производителю, а к пользователю той или иной посуды? У меня вот, например, я вам так скажу, мы как бы, естественно, мы пользуемся посудой кукмара дома. И вот у меня была самая обыкновенная жаровня, 4 литра, традиция, покрытие традиция. То есть, это там никаких добавок, ни мраморного, крошки, ни гранитной крошки, ничего. И вот, используя ее, я вам прямо скажу, мы от нее устали. Она у нас не испортилась. Мы ее убрали просто, вот, до сих пор в подвале лежит. Мы ее просто взяли и убрали, взяли новую серию, поставили туда. Обновили? Да, просто обновились. Как вы говорите, на уразу, да? На уразу. И в завершении, где в Дагестане можно купить кухонную посуду от бренда кукмара? Куда вы ее поставляете? Где вас искать? Я понимаю, в Махачкале вы обозначили, что во всех точках вы есть, а по Дагестану. Мы прибой вещаем везде. Понятно. Смотрите, в каждом, практически в каждом крупном городе, ну, в любом городе, у нас не так много городов, у нас есть два или три крупных оптовика, которые ее продвигают уже у себя. Поэтому в Махачкале это практически любой посудный магазин, более-менее. Ну, это начиная от порядочного, заканчивая 0,5ру, там все вот мы поставляем, работаем с ними. Естественно, в Хасавюрте, те же самые их филиалы, в Тирбенте, там есть у нас оптовики. Я не знаю, если нужно название сказать, название скажем. Нет, главное, что вы есть, и мы спокойны. Киргу наши эти представлены очень хорошо. А Киргу, как вы знаете, они почти во всех городах. Да, согласна. Есть ли у вас какие-то пожелания нашим радиослушателям? Ну, не болейте, пользуйтесь посудой кукмара, чтобы всегда было желание готовить. Благодарю наших гостей за то, что внесли свою лепту в наше формирование прокомфортного пространства вокруг, проинструктировали нас, поделились полезной информацией, лайфхаками. Угу, пожалуйста. А нам всем желаю самого продуктивного времяпровождения и до следующих эфиров. До свидания. Издрюли в Дагестане говорят, куда не приходит гость, туда не приходит благодать. О том, как обустроить встречу гостя максимально комфортно, в авторской программе Аймиссия Мировой «Прокомфортно».